Завершающую проповедь Совета для семей Мысленно побежал, но чувствую, что я не буду Поэтому поймите правильно Поймите правильно И тема сегодняшняя, она имеет такое название Уроки с жизни Даниила Уроки с жизни Даниила Насколько мне хватило творческой благодати Насколько я и назвал эту тему Ну, я думаю Не столь важно, как назовем Столь важно, о чем будем говорить Так, Иезекииля 14 глава, 14 стих Открыли уже, да? Слава Богу, вот так вот И если бы нашлись в нем эти три мужа Ной, Даниил и Иов То они праведностью своей спасли бы только свои души Говорит Господь Бог Ноя мы уже коснулись Сегодня будем касаться Даниила Почему я сказал, я не хочу Утвердительно говорить, что я не буду продолжать Еще остался Иов Слава Господу Мне сегодня на память пришло это местописание Я его нашел, прочитал Думаю А Ноя уже поговорили Поговорим сегодня о Данииле Думаю, Господи А что об Иове говорить? Ну на все воля Божия Дух Божий движется Я верю, что принесет Получится, может получиться Поучиться чему-то Сегодня мы будем учиться с жизнеданилом То, что в этом стихе 14 Хочу обратить ваше внимание Что в конце стиха Говорит Господь Бог выделяет этих трех персонажей Трех персонажей В начале месяца, когда я говорил Давал советы Воспитание детей Один из пунктов такой был Когда я сказал Чтобы в своих детях Вы показывали в Слове Божьем героев И некоторых перечислил И потом на мое сердце пришло такое понимание Что на самом деле показать В чем же они себя показали В положительной стороне В положительной стороне То, чему мы должны сегодня учиться Потому что старшее поколение Ну может я вот Я уже наверное старшее поколение Наверное Таки да, старшее поколение Мы воспитывались на героях Особенно когда были в школе Нам рисовали Я помню у меня Весь класс был обвешан разными героями И до сих пор некоторых помню Матросова, Дубинина, Павлика Морозова Морозов, да? Вот То есть герои И всячески побуждали к тому Чтобы мы были похожими на этих людей Потом время пришло Когда пришли к такому пониманию Что некоторые даже были вымышленные Персонажи Их возвели в такой ранг героев Почему? Для того, чтобы воспитывать Понимали Тех, кто занимался воспитанием Что очень важно Иметь перед собой образ На кого можно равняться Я верю, что Бог нам Оставил достаточно Примеров На кого мы можем равняться Чтобы наша жизнь Она Балансировала Чтобы наша жизнь Она На На кого-то В определенные моменты Может приходили эти люди Нам на память Для того, чтобы Принять правильное решение Или правильно поступить В какие-то определенные моменты Я верю, что Прошлая проповедь В прошлую субботу Когда мы говорили о Ное Касались каких-то Моментов В его жизни Я верю, что Если вы Отмечали Попало это К вам конспект Потому что Не буду спрашивать Проводить экзамен Прошлого служения Потому что я уверен Что кто-то Будет Покраснеет Кто-то Или может провести Экзамен О чем говорилось В прошлую субботу Да не смущайтесь Не буду Аное Ну ясно, что Аное То есть Да Это ясно, что Мы о Ное говорили Хорошо Откроем книгу Данила Пойдем К К тому О чем мы будем Сегодня говорить Итак Данил Первая глава Я не знаю У меня почему-то В голове крутится Данил 4 Данил 4 Данил 4 Я сам до конца Не понимаю Но Я верю, что Бог принесет понимание Почему именно Данил 4 Данил 4 Диана Дарина Дарина У тебя есть микрофон Да? Пожалуйста Начни читать С 1 стиха По 9 стих В третий год Царствования Иакима Царя Иудейского Пришел Навоходоносор Царь Вавилонский К Иерусалиму И осадил его И предал Господь В руку его Иакима Царя Иудейского И часть сосудов Дома Божия И он отправил их В землю Сеннар В дом Бога Своего И внес эти сосуды В сокровищницу Бога Своего И сказал царь Асфиназу Начальнику Евнухов своих Чтобы он из сынов Израилевых Из рода царского И княжеского Привел отроков У которых нет Никакого телесного Недостатка Красивых видом И понятливых Для всякой науки И разумеющих науки И смышленых И годных Служить в чертогах царских И чтобы научил их Книгам И языку халдейскому И назначил им царь Ежедневную пищу С царского стола И вино Которые сам пил И велел Воспитывать их Три года По истечении которых Они должны были Предстать пред царя Между ними были Из сынов Иудиных Даниил Анания Месаил И Азария И переименовал их Начальник Евнухов Даниила Вальтасаром Ананию Сидрахом Месаила Месахом И Азарию Авдинага Даниил Даниил положил В сердце своем Не оскверняться Явствами Со стола царского И вином Какое пьет царь И потому Просил начальника Евнухов О том Чтобы не оскверняться Ему Бог даровал Даниилу Милость И благорасположение Начальника Евнухов Вообще Кто хотя бы раз За всю свою Христианскую жизнь Прочитал книгу Даниила Есть некоторые Кто прочитали Домашнее задание Тем кто не прочитали Вы должны эту книгу Прочитать Я не говорю что изучить Хотя бы прочитать Очень богатая Содержательная книга И вот жизнь Даниила Может на сегодняшний момент Дух Божий Он просто как Животворит Некоторые вещи И Дух Святой Дает что-то увидеть В Данииле Для того чтобы Каждый из нас Мы могли подражать Этому человеку В определенных поступках В Эзекииле Почему я начал Это служение Именно с Эзекииле Это то что На фоне всех Персонажей Бог выделяет Этих персонажей Ноя Даниила И Ова Он выделяет Их неуправедность Показывает Их неуправедность И я думаю Что это большая честь И большая вообще Привилегия Попасть В то Чтобы Бог назвал Даже Сама книга Даниил Она в отдельности Она вошла В Библию В отдельности Как книга И называется Книга Даниила Очень важный Очень серьезный Такой персонаж Жизнь его Насыщенная Насыщена Разными Разными Историями Такими Очень поучительными Итак Если вы Следили внимательно Что произошло В этих стихах О которых мы читали Что произошло Даниил Выиграл Джекпот Аллочка говорит Да Кто еще согласен С тем Что он выиграл Джекпот Что такое Джекпот Я сам до конца Не знаю Но это какой-то Выигрыш Что-то такое Очень хорошо Что-то везучее То есть Что-то попало Большинство Машет своей головой Некоторые Как у нас Воздержались Кто-то сказал Да Кто-то Нет Да 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 С какой бы мы стороны Не посмотрели Плен Тюрьма Это не благословение Первое испытание Которое В которое Попал Давид Я дал ему Такое название Даниил Прошу Спасибо Что вы внимательно Вы уже внимательно Слышали Я думаю Что я вас Разбудил уже Оказаться в ситуации В которой Вам не хотелось Бы оказаться И в этих ситуациях Мы оказываемся Временами По своей глупости А временами Бог нас Помещает В такие ситуации Там бы Где мы Не хотели бы быть Если вы заметили Даже Особенно уже Кто имеет Какой-то опыт Хождения С Богом Уже не один день Вы во Христе Вы все равно Начинаете замечать Что вы все равно Оказываетесь В каких-то Стрессовых И ситуациях В которых Вам не хотелось Быть Вот мы Оказываемся И вот здесь Очень важно Увидеть Для себя Хороший Пример Жизнь Даниила Он оказался Молодой Если мы Посмотрим Жил В Иерусалиме В хорошей Семье Я думаю Что В этот момент Когда он находился В Иерусалиме У него была Перспектива У него были Планы У него были Цели Почему? Потому что Умный Красивый Хорошая Семья Здоровый Значит что? Хорошая Перспектива Хорошая Перспектива И в один момент То что происходит Все планы Они сворачиваются Они рушатся Мало того Знаете Что еще Произошло Когда его Взяли в плен Третий стих И сказал царь Эсфаназу Начальника Евнухов Своих Чтобы он И сынов Израилевых Из рода Царского И княжского Привел Взял Молодых Ребят Не кого-то А Евнухов Почему? Потому что Евнух То что он делает Он Сделал с этих Ребят Евнухов Другими словами Рекастрировал Кто бы еще Хотел бы Оказаться В этой ситуации Джекпот Послушайте Мы все Оказываемся В такой ситуации Мы по-разному Может не такая ситуация Я сегодня Не хочу Глубоко Копать Но Здесь Показан Духовный принцип Каким образом Бог трудится Над нами Потому что Он тоже Нас приводит К определенному Состоянию К определенному Внутреннему Состоянию Слава Богу Что сегодня По-другому Происходит Но Бог То что Кто-то подсказывает Бог обрезает Кое-что в нашей жизни Тоже обрезает Крайнюю плоть Это наших сердец Ну Сегодня не об этом Сегодня совсем О другом Хочу говорить То что Очень важно Увидеть Что мы Оказываемся Потому что Временами нам Хочется Иметь Попасть В какое-то Такое место Или получить Какое-то Такое слово Чтобы в нашей жизни Все было гладко Не было никаких Стрессов Многие ищут Некоторые даже ищут Для себя Церковь Может кто-то ищет Для себя Еще какое-то место Что я попаду И там все так хорошо Что больше никаких Не будет стрессов Иисус Иисус нам Об этом Это не обещал Иван Леотеяна 16 глава 33 стих В мире будете Иметь скорбь Да Мужайтесь Будете иметь скорбь Иван Леотеяна 14 глава 27 стих Мир оставляю вам Мир мой даю вам В этом мире Мужайтесь Вот поэтому Первое То что Когда мы попадаем В такие ситуации В которых нам бы Не хотелось бы Оказаться То есть Это какие-то Сложности В нашей жизни То что Нам необходимо Это научиться Принимать Правильное решение Учиться Принимать Правильное решение Данил как раз Он показал Что он принял Правильное решение В пользу Бога Жизнь учеников Была наполнена Стрессом Разного рода Иисус допускал Неизвестности Которые приходили В жизнь Учеников Даже здесь В этой Главе Даниила В первой главе Второй стих Если внимательно Посмотрим То мы увидим И предал Господь В руки его В руки его Иакима царя Иудейского Кому? Вавилонскому царю Бог Я называю это Оказал Оказались в ситуации По своей глупости Потому что Иаким был отступником Был царем Но был отступником Делал все неугодное Перед Богом Из-за этого Пострадал он Пострадала страна И Пострадали другие люди Вот точно так же И Даниил Можно сказать Что он пострадал Он пострадал И оказался там Где ему не хотелось бы Это точно быть И в этот момент Когда мы оказываемся В таких ситуациях Для нас очень важно Вспомните Даниила Каким образом Поступил Даниил Если бы Мы оказались На месте Даниила Знаете У нас тоже есть выбор Первое То есть Это обидеться на Бога Сказать А что это со мной Вообще произошло Почему я здесь Оказался Или допустим Сказать Да Или допустим Сказать Я не заслужил этого Я не заслужил Кто-то мог бы Со стороны подойти Сказать Вы здесь оказались Потому что у вас Веры мало Или мудрости Или еще чего-то Не достает Послушайте Бог нас ведет И я не хочу Чтобы кто-то Разочаровался В своей жизни Когда вы оказались В какой-то ситуации В какой-то непонимании В какой-то трудности И вы Все Что-то видать Со мной не так У меня вера Наверное Не так Что-то Послушайте Мы через разные вещи Будем проходить Ивангелие от Луки Ивангелие от Луки Я просто хочу показать Некоторые такие Некоторые примеры Из жизни учеников Они все известны Для Для нас Прошу прощения Луки Восьмая глава Я ничего не сказал Луки Восьмая глава С 22 по 25 стих Есть то Через что Бог нас ведет И вот Когда мы попадаем В какие-то ситуации Это не значит Что это Не Бог Есть конечно Когда мы попадаем Можем попасть Из-за своих Каких-то Глупостей Но есть то Когда нас Бог ведет В один день Он вошел с учениками Своими в лодку И сказал им Переправимся На ту сторону озера И отправились Вот они вошли в лодку Иисус Дал направление В какую сторону Им плыть Куда им необходимо войти Но если мы Внимательно посмотрим Мы увидим Что Иисус Ничего не сказал Что их будут ждать Там дальше Как вы думаете Почему Почему Бог нам тоже Не все открывает Сразу Почему Израильский народ Когда он вышел Из Египта Они куда и шли Куда 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 В пустыне Нет Они не в пустыне Они шли в обетованную землю Если Бог им сразу сказал Выходите отсюда Идите в пустыню И у вас там будет Не будет этого Не будет этого Ни хлеба Ни воды Еще чего-то не будет Они б наверное Весело пошли Да Вот точно так же Вот точно так же и здесь В один день Он вошел С учениками С моим В лодку И сказал им Переправьтесь На ту сторону Озера И отправились Кто уже знает Что дальше Произошло Я больше всего Уверен Что никто С учеников Не хотел Чтобы эта буря Она поднялась Написано Во время пламаний Он заснул На озере Поднялся Бурный ветер И заливало их Волнами И они были В опасности Не просто Какой-то такой Легенький Стресс Какой-то Легенькое Переживание В опасности И подошедшие Разбудили его И сказали Наставник Наставник Да У меня написано Наверное Специально Автор выделяет Наставник Два С большой буквы С восклицательным Знаком Наставник Кто в этот момент О чем думал Мы не знаем Но мы можем Поставить себя На это место Чего я поперся В этой лодке Оно мне надо было Слава Богу Что они Принимают Правильное решение Они обращаются К Богу Они обращаются К Иисусу Он стал Запретил ветру И волнению воды И перестали Перестала И сделалась Тишина Тогда он Сказал им Где вера ваша Они же в страхе И удивлении Говорили друг другу Кто же это Что и ветром Повелевает И воды Повинуются Ему Некоторые Говорят А какая тогда Разница Что с Богом Что без Бога Все равно Трудности В жизнь приходят Послушай Я думал Я приду Буду уйти за Иисусом У меня какая-то Особая аура Или кто-то Как-то за меня Особо помолится И у моей жизни Не будет никаких Сложностей Есть такие? Есть А какая разница? Разница большая Это то, что В своей жизни Мы будем проходить Через трудности Но То, чем Мы будем отличаться От других Это то, что Мы будем проходить Со Христом Мало того То, что будет происходить В каждых трудностях Через которые Мы будем проходить Будет прославляться Кто? Иисус Будет прославляться Наш Бог Меня радует то, что Я иду с Ним И проходя через эти трудности Я знаю, что моя жизнь Она в славу Божию Он сделает меня Иисус Победителем Он проведет меня Разница в том Когда человек Проходит без Бога Любая проблема Она приходит В его жизнь Для того, чтобы Его разрушить Если в мою жизнь Приходит Жизнь проблема Она меня очистит Она меня укрепит Она мне Откроет Бога Вот почему Ученики удивлялись Кто Он? Что и волны Повернуются И ветер Утихает Кто Он такой? Кто Он? Почему? Потому что Иисус открывает Свою силу Он прославляет Себя Поэтому я знаю Когда я попадаю В место Там, где Я не хочу Быть Мне не хочется быть Почему? Потому что Я так устроен Мы все так устроены Нам хочется Чтобы было хорошо Чтобы было гладко Чтобы было Тепло И мухи не кусали Все было так Слава Господу Но послушайте Когда мы следуем за Богом Это неотъемлемая Наша часть жизни Это то, что Через что мы будем Проходить И это то, что Мы выходя С этих трудностей Мы будем видеть Славу Божию И мы будем Благодарить Бога Он будет нам Открываться Через какие трудности Я не прохожу В этом Он будет открывать Свою Сущность Он своим ученикам Показал Я всемогущий Бог Я всемогущий Бог Следующий момент Еще один такой Очень тоже Интересный Иван Леотиана Одиннадцатая глава Это история О воскрешении Лазаря Все знают Историю О воскрешении Лазаря Ну вот почему-то Какие-то вещи Они начинают Для меня зажигаться Начинаешь Понимать Иван Леотиана Одиннадцатая глава Тридцать девятый стих Вот Я говорю о том Что Когда мы оказываемся В месте В котором бы мы Не хотели оказаться Вот кто б из вас Хотел оказаться В том месте Когда Иисус Воскрешает Лазаря Машите рукой Несколько человек Ну слава Богу Вы думаете Какая-то интрига Что-то тянет Что-то тут Что-то пытается Показать Да Вот я всегда хотел Думаю Вот Было бы интересно Посмотреть А в какой-то момент Я думаю Я не знаю Я не знаю Тридцать девятый стих Иисус говорит им Отнимите камень Мне казалось бы Что тут такого Какая проблема От пещеры Отнять камень Убрать камень Какая проблема Кто б из вас Хотел бы Отнять этот камень Сестра Умершего Марфа Сразу среагировала Господи Уже смердит Ибо четыре дня Как он во гробе Стресс Кажется Ну что здесь такого Представьте себе На месте учеников Когда Иисус говорит Э Отнимите камень Может кто-то Учеников бы подумал Фома Точно Ну послушай Если ты собираешься Его воскрешать То ты тогда Силой духа И камень отвали Какие проблемы Ты же всемогущий Но есть вещи В которые Иисус Ставит своих учеников В положение Ставит их Приводит в такое положение В котором бы Не хотелось бы оказаться Потому что А кто его знает Ты сейчас пойдешь Оттягивать этот камень А что дальше будет Марфа Она уже знает Что дальше Будет вонять Ничего хорошего Не будет И она Первая Первая Кто восстала Это Марфа Иисус говорит Не сказал ли я тебе Что если будешь веровать Увидишь Увидишь Славу Что? Божью Вот поэтому Когда мы Оказываемся В ситуациях В которых бы нам Не хотелось бы Оказаться Послушайте Конец Когда мы принимаем Правильное решение Мы будем видеть Что? Славу Божью Мы будем видеть Славу Божью Учитесь Сами Послушайте И этот пример Будет примером Для ваших детей Я продолжаю Проповедовать На общую тему Советы По воспитанию детей Учитесь Сами Когда вы Оказываетесь Всегда принимаете Решение В пользу Бога Какой бы вызов В вашу жизнь Не пришел Пусть это Ветер Пусть это Шторм Или Отодвигать По слову Божьему Камень От гроба Я думаю Это Хороший Хороший Такой вызов Хороший Такой вызов Испытания В нашей жизни Неизвестностью Когда ты попадаешь И тебе кажется Почему? 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 В этой ситуации Мы всегда будем Стоять перед выбором Следующее Следующее Пример Даниила Встретить Проблему В лицо Встретить Проблему В лицо Встретить Проблему В лицо Первое То с чем Они столкнулись Это то Что когда Их отобрали И насколько Унижение В своей жизни Пережили Мало того Сделали Евнухами Еще и собачьи Имена им дали Потому что Для иудеев Иудеев Представьте Носить имена Языческие Иисус говорил Ну иудеи Относились К язычникам Как И тут еще Имя Одно Сплошное Унижание И можно было Сказать Где Бог Где Бог Где Бог Кто был в среду На месте Бог на месте И здесь Предложение Что вы должны Кушать Со стола Царского стола Да Пищу Которую Тогда Цари любили Покушать Таким образом Некоторые цари Даже поклонялись Своим богам Накрывали Хорошие столы Хорошее поклонение Правда? От этого Родилось Обжорство Я конечно И таким образом Поклонялись И перед тем Как они Вкушали эту еду Эту еду То что делали Ее приносили в жертву Ее посвящали Определенным богам И когда Этим Ребятам Им сказали Что они должны Кушать эту еду Я думаю Что некоторые Побрадовались Дорога дальняя была Так все тяжело Было Сложно И здесь С царского Стола Еда Тем более Ну никто не видит Родителей нету Потому что Родители Неизвестно Кто-то Стилу Говорит Убили Я не знаю Я сколько И следовал Я не нашел Но факт тот Что родителей Нету Я еще Я еще Одну Такую Вещь Увидел То что Сыграло В жизни Этих Ребят Роль Большую роль Это их Родители Потому что В тот момент Когда они Оказались В Вавилонском Плену Они пришли К какому-то Знаменателю Каким образом Необходимо Поступать Как Необходимо Се вести Родители Привили Любовь К Богу Родители Привили Послушание К Слову Божьему Поэтому Когда даже Дети Они оказались В этих обстоятельствах Они знали Каким образом Им поступать И казалось бы Такое Предложение Но они В нем Увидели Угрозу Для своей Веры Они увидели Угрозу Для Своих Отношений С Богом И они В открытую Выступили Послушай Давай Мы не будем Кушать Это то Что и нам Необходимо Учиться Не Не лукавить Не Искать Каких-то Обходных Путей А вещи Вещи Которые Приходят В нашу жизнь Мы должны Понимать Это от Бога Или это Не от Бога Когда мы Имеем Понимание Что этого Делать Не надо Послушайте Этого Делать Не надо Награда Им была За их Верность Девятый Прошу 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 Прощения Сейчас Сейчас Ага Семнадцатый Я просто Не выделил Превышу Выделил Семнадцатый Стих За то Что они За то Что они Отказались Кушать Эту еду С царского Стола Семнадцатый Стих Семнадцатый Стих Семнадцатый К себе Так И еще То Что происходит Бог Благословил Их Своим Помазанием Своей Благодатью За то Что они Приняли Этот вызов И они Выстояли Много Библии Будет Моя Жена Ну Жена Ты Жена Они Не Наставляли Послушай Ты не Имеешь Права Вот точно Так же И сегодня Когда Родители Не Наставляют Своих Детей В том Чтобы Дети Выходили И Женились За Верующих Не за Неверующих А за Верующих Чем Это всем Оборачивается Компромисс С истиной Он Всегда Будет Оборачиваться Проблемой Самсон Хороший Пример Когда Мы Стоим Когда Мы Стоим До Конца То Что Нам Открыто Даровано Богом Послушайте Мы Всегда Будем Ведеть Своей Жизни Благословения От Господа Эти Ребята Они Могли Вырвать Благословения Для себя В том Что Послушай Мы Уже Вошли В Общество Царское Нас Теперь Еще Кормят Давай Мы Будем Это Кушать Они Не Сохотели Идти На Компромисс Они Выстояли Я Верю Что Сегодня Бог Желает Видеть Такую Церковь Которая Не Желает Идти На Компромисс Улучшить Свою Жизнь Еще Что Нет Если Это Связано С Грехом Я Не Буду Этого Делать Я Не Буду Есть Решение Бог Дай Мудрость Есть Другое Решение Они Не Сказали Мы Не Будем Кушать Мы Умрем Голодной Смертью Принимаем Героический Вызов Это Когда Иисус Сказал Пойдем Воскрешать Лазаря Фома Встал И Мы Пойдем И Умрем Вместе С Ним Я Понимаю Что Сегодня Некоторые Тоже Принимают Такое Решение Если Пришел Вызов Но Я В этом Нуждаюсь Значит Все Я Умру У Бога Всегда Есть Решение Они Может В тот Момент Выглядели Как Зайчики И Кролики Кушая Капусточку И все Остальное Овощи И воду Я Не знаю Что Там За овощи Были Библия Сокрыла Но Факт Тот Что В конце Они Поправились И Были Лучше Тех Кто Кушал Свинину Видать И тогда Холестерин Не давал Покоя Это Я Разбавить Следующий Момент Следующий Момент Когда я Посмотрел На жизнь Даниила Он Всегда Занимал Вторые Позиции Он Никогда Не был Царем Он Всегда Был На вторых Позициях И Я Увидел Это Хороший Сегодня Пример Для Нас Научиться Быть Довольным Тем Что Ты И 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 Богом Вот Человеческая Натура Наверное После Грехопадения Она Всегда Что-то Хочет Но Хочет Вместо Кого Вместо Кого То Вот Первое Искушение Когда Змей Пришел И 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 Сказ Сказ Все Все И Это Это То Что Загорелось Послушаю У меня Все Есть А Теперь Может И Богом Чуть Чуть Побуду И Как Результат То Что Произошло И Богом Не Стали И Потеряли То Что Имели Это Закономерность Вот Почему В жизни Необходимо Учиться Быть Довольным То Что Бог Доверил То Что Бог Отдал То Что Я Имею В церкви У себя На работе Это Не Значит Что Я Не Стремлюсь К Большему Мы Стремимся К Большему Почему Потому Что Золотое Правило Золотое Правило Стань Первым На том Месте На Котором Ты Стоишь Что Многие Когда Достигли Какого-то Положения Служения В работе Все Они Перестали Совершенствовать Они Перестали Развиваться Все Они Остановились Но Наоборот То Что Необходимо Стремиться К Большему Я Смотрю На жизнь Данила Это Хороший Пример У него Не Было Где-то Он Закрутил Какую-то Интригу У Меня Мудрость У Меня Сны У Меня Откровения Да Послушай Я Тем Что Он Имел Римлянам 12 глава С 3 по 8 стих Апостол Павел Показывает О том Что У каждого Из нас Есть свое Место И очень важно Найти это место И пребывать На этом месте Он Говорит По мере Той благодати Которую Бог Мне Дал Говорю Вам Думайте Каждый О себе По мере Дара Скромно Скромно Что себе Значит Скромно Здраво По мере Дара По мере Того Что Бог Дал Вот Бог Дал Быть Служителем Бог Дал Там Перечисляются Разные Дары Разные Разные Дары Каждому Бог Дал Каждый Должен Служить Служитель Пребывая Служитель Раздаватель Раздавай Тот Еще Тот Тот Еще Тот Делай То Занимайся Своим Делом И это То Что принесет Благословение Для кого-то И Прежде всего Это принесет Благословение Для нас Что некоторые Вот Если бы Я Жил В семье Вон Вместо Того Или вместо Той У меня В жизни Все По-другому Произошло Не обманывайся У тебя Через Какое-то Время Стало Точно Так Как И у Тебя Сто Процентов Почему Потому Что Ты не Хочешь Совершенствоваться На своем Месте Допустим Как Муж Как Жена Шлем Шлемы Поодевали Позакрывали Забрал И все Он плохая Она плохая И Рогами Кто Кого А вот У него Там Жена Она такая Улыбается И она Такая И хорошая И добрая Послушай Кто-то Ее сделал Такой А ты Свою Сделал Как Соорудил И теперь Ты претендуешь На что-то Царство Не надо Претендовать Да Будь довольным Будь довольный Следующее Третий Пункт Вторым Я могу бы тут еще больше говорить Ну время еще есть Если здесь Если Христос придет То на небе еще Не проблема Говорить Да Слава Богу Поэтому говорю Говори Говорю 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 Следующее Уходи От места Уходи Вместо Невозврата Что Сие значит Я когда Смотрел На Даниила Он не жил Старыми Воспоминаниями Я Студировал Эту главу Просто увидеть Чем он жил Он не жил Старыми Мало того Он не жил Обидами Которые Причинили ему Люди У которых Он служил Человек На самом деле Высокого Такого Духа Он Отошел Он Не жил Старым Как жили Евреи Которые вышли Из Египта И они все жили Египтом А там Чеснок был Они забыли Что их полосовали Как рабов Они никто были И никак Не относились Над ними Издевались Но то что они жили Они жили старым Вот как тогда было Это то что я у Данила Этого не увидел И я понимаю Что это то Что дало ему силу Быть благословением Это то что дало ему силу Быть благословением Человек который Не конфликтовал Он уходил Сказать что его жизнь Не была наполнена Какими-то отрицательными Поступками В отношении Море Там его И в печку бросали Там его И львам Кидали Но тем не менее То что он Продолжал Любить Бога И он продолжал Служить В этой стране Отходить Это то что сегодня В церкви Некоторые Они не в состоянии Потому что Есть добрые братья Написано что Господь творит Огонь Полыхающий Служителями Своими Некоторые тоже Печку разжигают И братьев тоже Бросают туда Но когда они Оттуда выскакивают С этой печки Первым делом То что они хотят Затолкать кого-то В эту печку Ага Ты мне сделал Послушай Я тебе Я тебе сделаю Я тебе такое сделаю Я тебе Или вообще То что делают Разворачивается Все Уйду в эмиграцию Есть хорошая церковь Там такая любовь И уходят Даниил Я не знаю Можно так сказать Он понимал Что Вавилон Это место Его Предназначения И даже печка И даже львы Его Не убрали С этого места Он продолжал Быть там Почему Потому что он Уходил Уходил в своем сердце От старого Удалялся Уходил в точку Невозврата Невозвращаться Жить старым Жить старыми победами Жить старыми обидами Вы обратите внимание Когда мы живем Старыми обидами Мы стоим Мы не движемся Мы не движемся Ни духовно Ни физически Почему Мы должны этому Учиться И детей своих Тоже учить Прощай Может даже Несправедливо Поступили Прощай Ради самого себя Следующий Последний пункт Сколько? Четыре Да? Четыре Не, у меня больше Но мы четыре Поэтому, наверное Четыре Ладно Давайте Я последний Прочитаю Я даю такое название Держись Единомышленников И помогай Сейчас вы поймете О чем я говорю Данила Вторая глава 48-49 стих Данила Истолковал Сон Естественно Царь Отреагировал На это Тогда Возвысил Царь Данила И дал ему Много Больших Подарков И поставил Над всеми Областями Вавилонскими И главным Начальником Над всеми Мудрецами Вавилонскими Но слушайте Но Даниил Попросил Царя И он Поставил Седраха Мюсаха И Авденага Над делами Старной Вавилонской А Данил Остался При царском Дворе О настоящий Мудрый Еврей Но Здесь Хороший Урок В этот момент Когда он Возвысился Можно было бы Сказать Друзям Авриведерчи Я пошел На повышение До свидания Вот меня Бог благословил А вы Завидуйте Это то Что почастую Делают Некоторые И верующие Послушайте Бог Собрал Духовную Семью И когда В вашу жизнь Приходит Какой-то Прорыв Послушайте Запомните Бог Желает Одного Чтобы вы Стали благословением Тоже для кого-то Это то Что Данил Сделал Он своих друзей Я пошел И вы вместе Со мной Понимаете О чем я говорю Что у нас Обычно Только зовут Когда чувствуют Попал Звонят Братья Сестры Приходите Тут такое Тут такие Вложения Когда попал Напопадал Во всех Собирает Но когда На самом деле Что-то Приходит В жизнь Я думаю Что в этом И проявляется Наша любовь Когда мы Протягиваем Руку Помощи Что у некоторых Знаете Даже есть такая Пословица Я думаю Что она будет Актуально Лучше иметь Одного Проверенного Друга Чем Сто Новых Друзей Я не знаю Может я ее Сам Придумал Но Данил Этим Воспользовался Он понимал Что лучше Проверенных Те Кто прошли С ним Через Овощную Диету И Выстояли Это Испытание Лучше С этими Быть Что там Было Море Разных Халдеев Разных Чудаковатых Экстрасенсов Халдунов Можно было бы Подняться И среди этих Послужив Связи свои Расширить И то Что произошло Пропал бы Он понимает Он понимает Что успех Всегда кроется В командной В командной работе Я пошел И вы вместе Со мной пошли Я думаю В этом И проявляется Любовь Когда Иисус Говорит Узнают Все Что вы Мои ученики Когда среди вас Будет любовь Во Некоторые думают Любовь Это когда собрались И друг друга по спине Вот это любовь Нет Любовь Это наши поступки Когда мы Поддерживаем Друг друга Когда мы Помогаем Друг другу Подняться На этом мы Остановимся Пусть Видят Что мы Открыты Помогать У меня получилось Послушай У тебя получится Давай 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 Рядышком Преклоним Голова За недостаток Времени Поблагодарим Бога За то Что есть Отец Благодарю тебя За эту чудесную Возможность Которую ты Даровал нам Учиться С твоего Слова Благодарю тебя Отец За то Что ты Сегодня Даешь нам Возможность Видеть В этих людях Тех Кто угодили Тебе Мы точно так же Хотим Поэтому Благослови Господь Каждый дом Даруй Мудрость В том Чтобы мы Всегда Принимали Правильное Решение Когда мы Попадаем В те места В которых Мы не хотели Быть Даруй Нам Способность Быть На том Месте На Которое Ты Нас Поставил В Которое Ты Нас Поместил В своем Теле Дай нам Быть Довольными Не Желать Чужого Дай Быть Лучшими Там Где Мы Находимся Учи Нас Господь Принимать Все Проблемы С Открытым Лицом Без Страха Так Как Делали Эти Люди Даже Перед Угрозой Смерти Они Стояли И Были Верны Тебе До Конца Даруй Мудрость Такую Какую Даровал Ты Им Отец Научи Нас Любить Ближних Правильно Любить Во имя Иисуса Аминь